привет друзья меня зовут алекс и мы с вами снова в мире игры hotline miami давай рон нам до дома мы у эвана и у нас снова звонить телефон алё это эван привет это ты говорил с моей матерью она сказала мне позвонить тебе сказала что ты хотел поговорить насчет маньяка в маске да да честно говоря я не думал что ты позвонишь ну если у тебя есть время я очень хочу выслушать твою историю время у меня есть но она тебе не дешево обойдется видишь ли мне нужен билет на самолет я знаю что это дорого я уверен что тебе это окупится договорились ну ничего не могу обещать но если история хотя бы наполовину такая интересная как ты говоришь я попробую помочь хорошо хорошо так с чего мне начать начни сначала я хочу видеть полную картину ладно все началось со странных сообщений на моем автоответчике сначала они были довольно простые меня просили сделать то или иное небольшие поручения типа звонить на левые номера и оставлять непонятные сообщения ходить по городу и рисовать определенных местах знаки знаки да круг с тремя линиями поперек конечно я не делал этого а я не делал того что они мне говорили подумал что это розыгрыш через какое-то время сообщения стали угрожающими однажды утром я проснулся обнаружил что кто-то сжег мою машину и на моем автоответчике было сообщение что мне лучше начать слушаться или начнутся проблемы 2 апреля флорида 89 год майами а вот она машина сгоревшие стоп а кто это этот чувак блин да чувак похож на а на кого он похож он похож на вот этого мужичка который на русскую мафию работал у этого все чистенько красивенько хотел того хата такая крутая была на его вроде замочили хотя какой там год то был и же годы скачут вперед назад вперед назад вперед назад такие вас одно новое сообщение бип привет это сьюзан из похоронной службы майами у нас сегодня с вами назначена встреча похороны розы берг подходите когда вам удобно мы открыты весь день наш офис находится на 139 улице щелк роза берг за энд на лавке написано моя машина чё в 4 что лет запорожец задом наперед или чё о особо приехал ну поехали на бордюре first blood 17 сцена первая кровь северо-восток 139 улице серверо-восток 139 улице флажки не пойму только китайские то ли советские но судя по тому что ребята здесь в форме типа русской мафии но это наверно и по-русски а а зарезали танки окей чувачила получил чувачила получила хорошенько у нас так вышло блин тут перцы с пушками стрёмно блин ну ладно тихонько тихонько обнаглел совсем чё бутылочка самое трудное это вот это вот начало ну так окей ладно предположим чувак давай вали отсюда стрелок он походу не свалит у него еще автомат походу бесконечный да ну может свалишь чувак сучара патроны мои потратил на автомате блять да как так такой дубина там уже прям вот вот прям у его морды летала ну хорошо дальше чем мы же таким макаром очень много всего переделал вот и все хорошо следующий клиент окей и вот этот еще хорошо самое трудное начать так да как и так но не понял я ничего хорошо нифига опять не попал тихо нормальную пушку там липучку так и чё сейчас менты ждут наверно да нет смотри все покинул да опять цешка ну ничего пойдет пойдет что домой приехал короче сходил там сделал делишки все такое о мать сидит ждет мама что ты тут делаешь я так проголодалась что решила перекусить ты знаешь я ведь могу себе позаботиться не беспокойся так обо мне ты же знаешь что врач сказал тебе поменьше двигаться мне все равно что сказал врач я еще не умерла у меня есть еще силы бороться 10 апреля флорида 89 год 732 это вот он короче всю историю свой рассказ походу весь пятый пятый акт будет рассказ об этом на чувак блин чувак реально похож на из русской мафии блин его вроде отмутузили убили зоопарк этот или это просто похожий чувак наверно пока он наверно похожий чувак просто мама что ты скажешь мне мама мне нужно ненадолго уехать ох что-то срочное я надеялась что ты поможешь мне принять ванну я слегка замерзла извини мама я помогу тебе с ванной как только вернусь домой ладно я понимаю ну а куда ты идешь снова собеседование я уверен что в этот раз тебя возьмут не спеши надеяться мама надеюсь работу найти работу нелегко ты такой умный молодой человек они тебе с руками оторвут не волнуйся ты все равно что-нибудь найдешь да ну мне пора идти я постараюсь не задерживаться ладно беги дорогой не хорошо опаздывать не волнуйся обо мне я могу сама себе позаботиться у вас новое сообщение привет это яндрю из пэки пэкидж экспресс шиппинг вас ожидает груз его нужно доставить на сто сорок четвертую улицу в восемь вечера возможно груз крупкий поэтому обращайтесь с ним осторожно не опаздывайте и не забудьте надеть форму щелк что там у него за форма посмотрим дима лишен это надо будет заминировать чё а вот он все еще раз да 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 Да, тут специфическая вещь, конечно Тихо Ну этот-то жирный черт-то точно Как бы он в тему здесь Нужно каким-то макаром Привлечь вот того чувака с автоматом Возможно у него прицелится Ага Этот жиробазь вообще, конечно, блин, мерзкий Если б только мама знала, что у меня за работа Пидор Валяйся Так, чувачок Чувачело Угу Тут какой-то Стоп, так это какой-то Склад, типа С проваленным полом Нифига Нормальненько Нормальненько Справились-ка мы как с ними Блин, вот эти толстопузы Меня прям Вымораживают Отлично Хорошо Раз-два Еще толстопузы Ху-ху-ху Замечательно Замечательно Вот так примерно Почему тот-то не врубился Я не могу врубиться Хера Почему они друг дружку не пристрелили Как-то странно Вот тут собака мешается Скотина такая Ну почему Так не честно Придурок Повезло Ах Херительно Повезло Очень Повезло Повезло Так Может быть удачное Истечение обстоятельств Можно выразиться Таким макаром Так, окей Че там Нижний Еще Толстопуз Остался Так Так Это автомат у нас Так Так Это Не автоматическое оружие Мне надо бы Автоматическое Во 24 патрона Супер Супер Опять не автоматическое Что ж такое Ага Вот Двадцатка Так Четыре Одиннадцать Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Вот и прибыл я домой Home sweet home Мама Мама, ты где? Мама Куда? Надо на кровать, наверное, увезти Вот такой заботливый сын Мама Мама, ты меня слышишь? Вот ты где Наверное, я потерял сознание Я собиралась принять ванну, а затем я не помню, что произошло Ты в порядке? Хочешь вызову врача? Нет, пожалуйста, не надо Поверь, я в порядке Просто замерзла и устала Утром буду как огурчик Ты уверена? Ты не очень хорошо выглядишь Я уверена Я бы хотел немного поспать Если ты не против Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!